Привет, мой дорогой друг! Я хотел бы сегодня поделиться своим опытом работы на складах автозапчастей в Польше. Если тебе интересно, можешь послушать это видео до конца. И ты узнаешь, какие ставки, какие условия для украинцев на подобных работах. Итак, я попал на склад автозапчастей. Огромный склад, но он был довольно-таки примитивный уровень организации. То есть я бы не сказал, что я был в Польше. Похоже было на то, что я где-то в Украине. Почти все украинцы, мало персонала польского. Поляки там не очень хотят работать. Если работать, то у них, конечно же, ставки в два раза выше, чем у украинцев. В основном работают там украинцы. Какие же условия? Украинцы устраиваются на работу на этот склад через агентство. Агентство ОТО называется. Получается, агентство продает рабов в фирме. Продает на определенных условиях. То есть я сейчас вам раскрываю схему, как это вообще работает. Деньги, твоя зарплата будет начисляться, фирма начисляет агентство, агентство начисляет тебе с вычетом процентов своих комиссионных. То есть ты сколько работаешь, столько ты платишь на агенцию, комиссию. Условия работы. Подписывается договор, который называется умова злицения. Это вообще распространенная форма договора в Польше, которая особо тебе ничего не дает. То есть это только минусы для работника. Прописывается в этом договоре твой стандартный рабочий день, 10-часовой. То есть норма, хотя норма согласно законодательству польскому, 8 часов. Поляки работают 8 часов. Все, что они делают сверх 8 часов, это считается у них переработка. Оплачивается плюс 50 или плюс 100 процентов, я точно не знаю. В украинцах же норма 10 часов. Если ты хочешь поработать больше, типа пожалуйста, работа хоть 14, но ставка у тебя такая же. Никаких дополнительных доплат, овер, ничего нет. То есть ставка как было 9,73 минимальная, так и остается. Ночная смена. То есть чередуются дневные, ночные. Ночная смена считается так же, как и дневная, под тем же тарифом. Выходные. Ты можешь выйти поработать в субботу. Это если одна, обязательно суббота на месяц. Она тоже считается по обычным тарифам. Иногда нужно выйти в воскресенье. И даже в воскресенье тебе будут считать по обычным тарифам. Конечно, были, я слышал истории, что некоторые люди выходили в воскресенье, им платили прям по 200 золотых на руки. То есть эта фирма решает, кому сколько платить. Но в основном туда попадают избранные, которые за 200 золотых в воскресенье работали. Короче, условия настоящей кабала. Ты не заработаешь особо нихрена. Плюс к тому фирма снимает 450 золотых за жилье. То есть она тебе дает жилье, но она высчитывает эти зарплаты. А это очень много. Достаточно много. При таких расценках, при таком уровне ставки по часовой оплате минимальной. И еще вычитать за жилье, это посчитайте. Если я не ошибаюсь сейчас, то с вычетом за жилье, получалось, в чистом я зарабатывал 8,7 злотых в час. То есть 8,7. Вот такая вот история. Это очень мало. Накопить ни хрена не получается, в принципе. Но плюсы есть свои. Как бы люди втягиваются. Много людей втягиваются. Остаются там работать. Им делают со временем карту побыту. Карта побыту делается долго. Мышленно долго, чтобы человек работал себе и особо никуда не рыпался. То есть есть годами как-то делается. Но люди работают. Я как бы не смог там очень долго работать. Я поработал там всего лишь около месяца. Ну, короче, до первой зарплаты. Поработал и ушел. Плюс условия. Условия самой работы. Значит, что мне не понравилось. Обувь. Всем выдается форма. Тяжелая обувь. Тяжелая обувь с металлическим носком. Она неудобная. Мне постоянно надавливало все пальцы. Все пятки раздавило. Ну, короче, ты просто двигаешься все эти 10 часов. Всю смену ты двигаешься. Ты не стоишь. Ты не сидишь. Ты постоянно в движении. И таскаешь тяжести. Выполняешь какие-то действия. Ноги просто огнем горят. Это жесть. Я не знаю. Потому что тяжелые ботинки тяжелые. И это не шутки. Это реально очень влияет на качество твоей работы. На твое самочувствие. Натирают ноги с всех сторон. К этому нужно быть готовым. Или я не знаю что. В общем. Ноги это одно. Потом перерыв. Ты работаешь 10 часов. У тебя два перерыва. Один на 20 минут. Второй на 10 минут. Вот такие полчасовый перерыв. Который считается тоже. Ну, он не считается как перерыв. А считается как рабочее время. Такое вот. Короче, непонятно. Что теперь. Перерыв, не перерыв. Что попало, короче. Как поляки относятся. Как относился бригадир к нашим работникам. И все прочее. На самом деле удивительно, но нормально. Бригадиры польские относились к украинцам вполне сходно. Ну, то есть. Приемлемо. Никто не гонял, особо не грубил. Ну, конечно, выходил руководитель и постоянно говорил. Что, типа, ребята, не стойте. Если там где-то не было. Если конвейер остановился, мы не знаем, что делать там. Типа, уберите, убирайте. Там, палетки притяните. То есть, вообще, ты должен быть постоянно в движении. Ты не должен вообще стоять ни минутки. Ну, а в остальном нормально. Сами поляки, те, что были некоторые на смене. Их там было немного. Ну, вот была чисто смена поляков, которых сменяли мы. Они, как получалось. У нас дополнительно два часа мы выходили. То есть, мы перекрывали их смену на два часа. А их восьмичасовая смена. Они уже последние два часа, когда мы выходили, они уже ни хрена не работали. Они там шлялись, чего-то там себе разговаривали. Ходили пить чай, в туалет ходили 50 раз. Просто, ну, халявили. То есть, потому что вышли украинцы. Украинцы стали пашут. Свои дополнительные два часа перекрывают работу поляков. То есть, в итоге поляк там трудится. Это же одна смена выходит в конце. И утренняя смена тоже на два часа перекрывает поляков. Они там максимум четыре часа могли трудиться. И то безответственное такое, что... Наш народ старается. В вигач это о тене. Вот. Что еще? Само отношение в коллективе. Ну, блин, более-менее нормально. Люди... Как бы люди везде разные. Но то, что не понравилось... Наш помощник бригадира, украинец, стал помощником бригадира. И все. Он начал щемить своих же украинцев. Такой вот подхалимчик мелкий. То есть, вообще не понравилось отношение. То есть, он уже, типа, считает себя выше. Вы тут приехали, украинцы. А вы, типа, как... Что, вы приперлись, короче? Не знаю. Вот своих обижал, грубо говоря. Больше, чем те же поляки. Вот это, наверное, наша чистая украинская ментальность. В общем, поработал я на этой фирме. Это было в Познани. Под Познани жил. Сначала вообще под Познани далеко. В деревне там ни хрена нету. То есть, ну, дом, да, огромный, где наши все жили. Ну, у тебя была развозка на работу. Ты мог поспать, сходить в магазин. Там до магазина далеко. Короче, очень неудобно. Все сделано для того, чтобы ты ничем больше не занимался, как только поспал, пожрал и на работу. Потом переехал ближе к работе. Ходил пешком на работу. Мог там выйти. Еще у меня появилось чуть больше времени. Мог выйти куда-то, пройтись. Но там тоже особо ничего не было интересно. А ты к тому, что чем можно заниматься, кроме работы в свое свободное время. Да ничем. Времени. Поляки так все построили. Создали такую систему, что у тебя времени особо не остается. Если ты хочешь заработать. Многие люди работали по 12 часов. По 12 часов и не появлялись вообще. Фактически домой на хостел пришел, поспал и снова на работу. Жили на работе. Ну, зарабатывали. Брали количество. Забыл добавить, что тем, кто сильно хорошо впахивал. Или вообще по факту непонятно как. Короче, иногда начислялись премии. Там 400-500 золотых. Начислялись премии ребятам. Ну, и, наверное, за счет этих премий кто-то мог дополнительно себя нормально чувствовать. А бывало так, что ты не понимаешь, как тебе начислят премии в этом месяце или не начислят. Ну, непонятно что. В общем, это работа простого грузчика, простого фасовщика, который не обладает никакими навыками, специальностью. Если же вы обладаете, умеете ездить на каре, на погрузчике, у вас есть право язды на этой технике, то вы будете зарабатывать еще плюс премию на этой фирме. На других фирмах подобных я узнавал, там то ли двойная ставка, то ли повышенные. Это, короче, лучшие условия. А здесь так вот. И в завершение хочу сказать, ответить на вопрос, рекомендую ли я кому-либо ехать и устраиваться на ту работу. Я бы не советовал на такую, на подобную, возможно, где выше ставки. Но именно на ту работу не советовал бы. Хотя, для кого-то и это есть приемлемые условия. Так что, если вам интересно и вам вообще, ну, как бы, капец, нигде ничего не можете найти, никакую работу, пишите, спрашивайте. Я, как бы, на водку дам. Но на свой страх и риск, так скажем. Но я бы не советовал. Вот. Да все, до новых встреч, до новых видео. Задавайте ваши вопросы. Пока-пока.